Решение работать в Твиттере 7,5 лет назад было одним из самых легких в моей жизни. Мое сегодняшнее решение уволиться стало самым тяжелым. Буду скучать по людям, радости, любви, теплоте и доброте, царившим внутри компании и вокруг нее. Спасибо вам, твиттеряне. Это лишь один из многих твитов с хэштегом «люблю свою бывшую работу». До покупки Твиттера Илоном Маском там числилось примерно 7,5 тысяч человек. Затем миллиардер сократил около 3,5 тысяч сотрудников, а перед оставшимися 16 ноября поставил ультиматум. Либо регулярные переработки, либо увольнение с трехмесячным выходным пособием. Решение нужно было принять до 17.00 четверга. Вот как стали реагировать на это пользователи. Не волнуйтесь, есть запасной план на случай, если все сотрудники покинут Твиттер. Илон, когда он остался единственным сотрудником Твиттера. Примерно через час после гэдлайна, сообщает издание «Инсайдер», даже оставшимся сотрудникам через почтовую рассылку, сообщили, что доступ в офис до понедельника закрыт. Тогда же, по данным DownDetector, портал отслеживающего сбои в работе сетей, количество этих самых сбоев у Твиттера стало расти в геометрической прогрессии. Сегодня к пяти утра по времени восточного побережья США ситуация несколько выправилась, но бесперебойным, судя по этому графику, функционирование Твиттера назвать сложно, а пользователи вообще стали прощаться с соцсетью, выкладывая поминальные посты с хэштегом «Покойся с миром Твиттер». Когда-то у нас было такое приложение с птичкой. Да-да, бабушка, тебе лучше прилечь. Вот кто-то сделал мем, как «Инстаграм с ватсапом хоронят Твиттер». Илон Маск на это отреагировал своим постом. В его исполнении именно Твиттер хоронит Твиттер, чтобы это не значило, и опубликовал заявление следующего содержания. Как сколотить небольшое состояние на социальной сети? Для начала заработайте состояние побольше. Как сообщает Рейтер, еще до истечения срока ультиматума Маск и ключевые фигуры в его команде просили супервайзеров составить списки сотрудников, отвечавших за стабильную работу платформы. Их даже стали обзванивать, чтобы остались. По данным опроса на анонимном форуме портала Blind, в нем участвовали 180 сотрудников Твиттера, 42% решили уволиться. Около четверти опрошенных заявили, что остаются, но без горячего на то желания. И только 7% сообщили, что твердо намерены и дальше работать в компании. Сегодня с 6 утра по времени восточного побережья США число сообщений о сбоях у соцсети вновь стало расти. Гарри Книгницкий, Артем Кохан. Настоящее время. Америка. Америка.